Чем раньше, тем лучше. Теперь этот принцип работает и применительно к операциям на позвоночнике. Рожденный детский сколиоз врачи Федерального центра травматологии и ортопедии исправляют с самых ранних лет. Развитие ортопедии и эндопротезирование находится на особом контроле главы государства. Напомним, 14 декабря 2017 года в рамках ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, перед системой здравоохранения стоит задача повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Еще лет 10 назад на операционный стол с диагнозом сколиоз попадали только подростки. Сейчас возраст пациентов, которым исправляют врожденные патологии, позвоночника уменьшился в разы. Современная техника и новейшие методы позволяют сегодня проводить хирургическое вмешательство детям от года. Чем младше пациент и чем раньше проведена операция, позволяет нам зафиксировать меньшее количество сегментов позвоночника и позвонков и тем самым добиться практически нормального роста и нормальных физиологических изгибов и физиологического роста. Ну и плюс мы формируем правильный вектор роста позвоночника и не развивается вторичных деформаций, не вторичных искривлений. Зачастую искривление образуется из-за лишнего полупозвонка. Его удаляют с помощью ультразвукового скальпеля и высокоскоростного бора. Такие методики в России используют лишь несколько федеральных клиник. Поэтому в Чебоксары приезжают со всей страны. За прошлый год в центре побывали пациенты из 55 регионов. Из соседнего Татарстана приехала Гюзелия Садриева. Ее шестилетнему сыну Данису сегодня исправляли врожденный сколиоз. В последние годы немножко пошло искривление в его сторону. И нам сказали, наш лечащий врач тоже в Казани, у кого мы постоянно проверялись, состояли в учете, сказали, что без оперативного вмешательства не получится. Вот мы и решились. И дай Бог, что все это осталось позади. Операция завершилась успешно и быстро. Всего за 5 часов. Порой подобные хирургические манипуляции длятся по 10-12 часов. Во многом эти операции выполняются за счет территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Конечно же, самая сложная операция за счет федерального бюджета, за счет высокотехнологичной медицинской помощи. Высокотехнологичная медпомощь теперь не эксклюзив, а повседневность. Этого добились в том числе за счет увеличения финансирования. Например, из республиканского бюджета. С 2010 года оно возросло в 15 раз. В результате, если в 2006-м сложные операции делали от силы тысячи пациентов, остальные вынуждены были уезжать в федеральные центры за пределы республики, то сейчас объемы сложных операций в Чувашии увеличились в 7 раз. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.